Привет всем трудолюбивым полиглотам, которые с любовью изучают немецкий язык. Меня зовут Дали, и спасибо, что вы сегодня вновь со мной на моем канале Языкёты Ницше. В сегодняшнем видео мы разберем с вами написание письма в форум Спайтхак. Я уже несколько раз видела ваши просьбы в комментариях, я стараюсь всем отвечать. К сожалению, это получается не всегда, но я вижу ваши просьбы, не игнорирую их. Поэтому сегодня мы займемся данной темой, надеюсь, вам это поможет. Я предложу вам свой вариант, но вы уже посмотрите, что вам подходит и как вам на вкус мои идейки. Ну а те из вас, кто сегодня с нами в первый раз, советую навигировать по моему каналу с помощью плейлистов. У меня очень много разного материала от уровня А1 до Б2, также есть разборы документальных фильмов и песен. Поэтому навигируйте по плейлистам, в общем списке находить все это уже невозможно, очень много всего. А именно по плейлистам, которые довольно понятно подписаны, я думаю, вы найдете именно то, что вам нужно. И еще маленькая просьба, пожалуйста, не забывайте ставить ваши лайки, писать отзывы, потому что только так я понимаю, кто у меня на канале, какой материал, какого уровня, вернее, мне материал нужно делать. Поэтому давайте мне свои отзывы, так я буду подбирать для вас именно то, что нужно вам. Ну а мы начинаем написание письма. Прежде чем мы перейдем с вами к написанию конкретного письма, хотелось бы обговорить с вами пару важных моментов, которые вам нужно, конечно же, учитывать при написании данной работы на экзамене. Итак, во-первых, важно не только написать какой-то текст, который, на ваш взгляд, кажется подходящим и по количеству букв и лексики. Очень важно использовать конструкции, соответствующие вашему уровню, потому что все ваши работы на экзаменах оцениваются по пунктам. И что касается написания писем, пункты вам даются из нескольких частей, составляются эти пункты, в том числе учитывается, какой сложности предложения вы пишете. Поэтому обращайте внимание именно на построение предложения. Очень важно использовать хотя бы одну инфинитивную конструкцию и должны быть, конечно же, сложно подчиненные, сложно сочиненные предложения. Это очень-очень важно. Что также мне хочется вам сказать? На мой взгляд, написание форумс-пайтрак – это один из видов работы, который, наверное, намного легче, чем, например, написание каких-либо других письменных работ, так как в данной работе у вас большие возможности. Во-первых, у вас нету строгих рамок. Вам не нужно думать о том, как писать анре, какой бетреф, как прощаться. Это форумс-пайтрак – всё это в очень лайтовой, лёгкой форме. Хотя, конечно же, если вы знаете правила, анре, это всё не составляет большой сложности, но в любом случае форумс-пайтрак – это вид такой работы, где это всё намного легче. Об этом мы поговорим попозже. Какие есть варианты вступления, скажем так, в письмо. И опять-таки, хотя нет, давайте сразу же поговорим на эту тему. Нам нужно анре. Что касается данной тематики. Здесь речь идёт всегда о том, что вы пишете на форуме своего предприятия. В Германии на предприятиях есть, вернее, учитываются две формы. Есть предприятия, где всё очень консервативно и все на «вы», но также есть предприятия, где все и на «ты». Например, я работаю в большом концерне, кто не знает немножко обо мне. Я по первому образованию германист, по второму образованию, которое получала в Германии, я инженер. И сейчас отошла от германистики, от преподавания языков и работаю инженером. У меня на предприятии все на «ты», поэтому в подобном письме вы можете использовать и как форму «зи», так и форму «ио». Но здесь очень важно соблюдать стилистику. Если вы начнёте на «зи», всё надо писать на «зи». Если вы начнёте на «ио», то всё надо писать в данной форме. Поэтому вы можете написать «либо коллегinnen und kollegen», это у нас форма на «зи», «либо коллегин und kollegen». И также вы можете писать такие формы и как «heilöte», звучит, конечно же, очень по-разговорному, но это вполне нормально для форусбайдхага. И также вы можете использовать форму «heilöte» «heilöte» немножко претит, поэтому я остановлюсь на форме «heilöte zusammen». Так у нас пишется на фирме, так у нас коммуницирует письменно, поэтому это абсолютно нормально, и на экзамене тоже всё абсолютно хорошо звучит. Затем нам нужны или вы можете заранее подготовить какие-то более-менее фразы, которые будут вводить ваше письмо. Здесь вы можете использовать такие формы, как Тут, конечно же, зависит от того, какую форму вы выберете, «ir» либо «si». Можно также, например, начать И сразу же форма И третий вариант, который, вообще вариантов на самом деле очень много, это только мои некоторые предложения для вас, чтобы облегчить работу. И третья форма, с которой вы могли бы начать данное письмо И дальше вы продолжаете предложение. Это вот такие три, в принципе, формулы, с которых вы можете начать ваш байдхак, да, «der» байдхак, «der» форум с байдхак. При написании «einleitung» вы довольно сильно можете опираться на задание. Оно очень часто помогает и лексикой, и содержанием. Очень важно, наверное, здесь хорошо понять задание, и если вы сможете перенести это, вы сэкономите себе и время, и, конечно же, избежите ненужных ошибок. Затем переходим к части, где вы уже конкретно описываете ваше предложение, вернее, ваше отношение к тому, что написано в задании. Здесь можно использовать и аргументы «про», и аргументы «против». Об этом мы поговорим более детально в письме, я приведу свои варианты, что я под этим имею в виду. Это у нас будет основная часть. Затем третья часть. К третьей части в форум с байдхак можно отнести такую тематику, как вы задаете вопрос аудитории. Что ваши коллеги думают по этому поводу? Этот вариант у меня тоже будет в описании моего письма. И, конечно же, четвертая, заключительная часть. Вы прощаетесь, но это, конечно же, самый легкий вариант. Это такая примерно структура, как я представляю себе написание данного письма. Теперь разберем наше задание и посмотрим, как мы его можем использовать в написании самого письма. Задание звучит следующим образом. Для всех сотрудников будет построено помещение для паузы с агрегатами для фитнеса. Что нам здесь неизвестно на БЦВА? Но для БЦВА эта лексика вся должна быть понятна. И глагол БЦВА, это, конечно же, слабый глагол. На мой взгляд, задание звучит прекрасно. И вы облегчаете себе работу тем, что вы все это переносите в свое Einleitung. Мой вариант звучит следующим образом. Привет всем! Слышали ли вы уже о том, что для нас будет построено помещение для пауз с агрегатами для фитнеса? Как вы видите, всю лексику я использовала из задания и также использовала свою вводную фразу. Здесь очень важно помнить о припозиционале отвербиен. Это довольно большая слабость русскоговорящих людей, скажем так. Почему я смею это утверждать? Я работаю на предприятии, где очень много русскоговорящих людей из разных стран. Высококвалифицированные люди, которые очень хорошо говорят на немецком. Но есть такие изящные изюминки, которые, к сожалению, довольно часто выдают некие пробелы. И вот именно припозиционале отвербиен это одна из таких тем. Поэтому обязательно проработайте данную тему, как они образуются, когда, как используются. Если кому-то нужна в этом моя помощь, я в описании под видео данного видео скину ссылочку на свою работу с грамматическим разбором образования припозиционале отвербиен. Посмотрите ее. Лексику мы здесь разобрали. Я думаю, вам здесь все понятно. Вы видите, я использовала сложное подчиненное предложение союзом das. И у нас есть еще вторая часть задания, которую мы тоже обязательно должны использовать. Мы помним, что нам для написания данного письма нужно примерно от 130 до 150 слов. Примерно в этом районе, чтобы работа засчиталась. Так что используем все по возможности. Но для использования данного помещения, имеется в виду, нужно оплачивать ежемесячный взнос. Теперь я... Это было мое... Мы сделали в одну часть, и нам нужно переходить к основной части. Как я уже говорила выше, в основной части вы можете выразить свое отношение к данной тематике. Оно может быть полностью положительным. Оно может быть полностью негативным. И оно может состоять и как из положительных частей, так и из негативной части. Я в своем письме сделала про- и контраргументы. И как я это сделала? Einerseits freue ich mich sehr über diese Nachricht. С одной стороны, я очень рада этой новости. Вся лексика, которая вам должна быть на B2, уже знакома. Einerseits, с одной стороны. Die Nachricht, сообщение, новость. Единственное, что все-таки обращу ваше внимание на предлог über... Тоже такая особенность немецкого языка, которая зачастую у русскоговорящих людей вызывает заминку. Я замечаю в речи. Глагол sich über etwas freuen, lieber sich auf etwas freuen. Есть два предлога. Но использование очень сильно различается. Когда вы чему-то радуетесь, чем вы уже владеете сейчас, у нас это всегда предлог über. Так как новость уже поступила, мы знаем о ней, мы знаем, что это помещение будет построено, в данном случае нам нужен предлог über. Когда вы чему-то радуетесь, что будет происходить в будущем, то это предлог auf. То есть вы говорите Но когда вы говорите Дети радовались подарком, подарки у них уже были, и вот дети им радуются, они есть уже сейчас, поэтому нам нужен предлог über. Вы не можете сказать, Kinder haben sich auf die Geschenke gefreut, потому что auf это зачастую именно на то, что произойдет вот прямо в ближайшем будущем, либо скоро, 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 но пока это еще не произошло. Поэтому здесь нам нужен предлог über. Я очень часто стою в пробке, и по этой причине довольно поздно попадаю в спортзал, либо прибываю в спортзал. Устойчивое словосочетание. Обратите внимание, так и пишется уже с услитным определенным артиклем, стоять в пробке. Если я могу тренироваться на фирме, это экономит много времени. Простые глаголы, легко запомнить. И, как вы видите, предложения довольно логичные. Вы видите, мне кажется, по крайней мере, что построено все логично. Это мои аргументы за. И сразу же я перехожу к аргументам contra, почему, что мне, вернее, не нравится в этой теме. Andererseits, verstehe ich aber nicht, warum wir dafür zahlen sollen. Denn die Firma profitiert auch davon, wenn ihre Mitarbeiter einen gesunden Lebensstil führen. Но, с другой стороны, я не понимаю, почему мы должны за это платить, так как фирма выигрывает тоже от того, что ее сотрудники ведут здоровый стиль жизни. Если в начале первого абзаца у нас было einerseits, с одной стороны, то, мне кажется, совершенно логично начинать абзац с контринформации, с andererseits. С другой стороны, я не понимаю verstehen verstand, hat verstanden, warum wir dafür zahlen sollen, почему мы за это должны платить. Вы видите, здесь тоже припостиональный отверб «дафюр». Denn die Firma profitiert auch davon, так как фирма также выигрывает от того, опять припостиональный отверб «дафюр». И глагол «профитирен», это слабый глагол, «профитирен», «профитирте», «hat profitiert», «wenn ihre Mitarbeiter einen gesunden Lebensstil führen». «Einen bestimmten Lebensstil führen» aus deutschовой фразы «вести какой-либо образ жизни». У нас здесь ein gesunder Lebensstil, здоровый образ жизни. Вы видите уже по окончанию «аинен», «гезунден», это «акузотив» единственного числа, что существительное «дэр стил» у нас мужского рода. И глагол «фюрен», это слабый глагол, «фюрен», «фюрте», «hat gefюрт». Meistens sitzen wir den ganzen Tag, deshalb würde uns ein bisschen Bewegung mit Sicherheit gut tun». Чаще всего мы сидим весь день, поэтому нам бы с абсолютной уверенностью немного движения не помешало бы. Sitzen saß hat gesessen, сидеть где-либо, deshalb würde uns ein bisschen Bewegung gut tun. Это у нас конъюнктив с основным глаголом gut tun. Для нас это будет полезно, нам это сделает нечто хорошее, если переводить дословно. Я глагол gut tun сам по себе имеет уже такое положительное наполнение приносить пользу. Вот самый оптимальный вариант. Mit Sicherheit с уверенностью, либо абсолютно точно, либо с уверенностью. И существительное Bewegung, движение. Как вы видите, до этих пор вся лексика она с абсолютной уверенностью от уровня A2 и до уровня B2, лексика, которой вы абсолютно точно на уровне B2 должны владеть, никакой сложности. Единственное, что здесь важно учитывать, как я уже говорила в самом начале, это сложность ваших конструкций и обращать на такие мелочи внимание, хотя для нас это кажется мелочью, но немцам это сильно режет слух, это на активное использование и правильное составление при позиционале отвербиен и правильное использование предлогов. Это, наверное, самое главное. Это у нас была основная часть. Мы привели и аргумент за, и аргумент против. Теперь мы переходим к нашей третьей части, которую я называю «Задаем вопросы публике», потому что в чем был смысл этого написания письма, этого байтага на форуме. Мы хотим услышать мнение наших коллег, мы хотим как-то повлиять на фирму, чтобы фирма изменила какие-то условия. И задаем получается наш вопрос. Действительно ли это так, что это помещение будет предприятию так много стоить? Обратите здесь, пожалуйста, внимание на глагол «косн» и его управление. Вроде мелочь, вам кажется, все понятно, но здесь есть такая небольшая хитрость. А именно, в русском языке «стоить» имеет управление дательного падежа, кому-либо, чему-либо. В немецком языке это все еще «аккузатив». Конечно же, в разговорном стиле речи от не совсем образованных людей вы будете слышать замещение «аккузативодативом», то есть «демнтернемен». Но это на сегодняшний день неправильно. Люди с высшим образованием это будут слышать и это будет резать ухо, скажем так. На сегодняшний день глагол «костен» в немецком языке официально все еще используется с «аккузативом». Парочку примеров, чтобы вы закрепили данное произношение. Вы видите, везде у нас «аккузатив», поэтому и в моем предложении «дас утренемен», а не «дем утренемен». Обратите на это внимание. Но сам по себе глагол «костен» это слабый глагол «костен», «костете», «хат», «гокостет». Вообще нужно сказать, что в немецком языке на сегодняшний день эта тенденция очень активна, что как минимум два падежа, это «генитив» и «аккузатив» замещаются в повседневной речи все больше и больше дательным падежом. Особенно от этой тематики страдает «генитив». В повседневной речи вы будете наверное в 80% чаще слышать «веген им». Мы помним, что «веген» официально требует после себя генитива. Но чаще и чаще в повседневной речи возникает «дем», и чем больше в повседневной речи происходят какие-то изменения, тем больше вероятность, что эти изменения когда-то полностью перейдут в официальную грамматику. И постепенно так же происходит и с акузативом, нужно сказать. Но мы люди, которые изучаем немецкий язык как иностранный и наша обязанность изучать пока те стандарты, которые нам задает официальная грамматика и на сегодняшний день пока что глагол «косн» все-таки требует после себя акузатива. И предпоследнее предложение Что вы об этом думаете? Мы помним, что мы начинали письмо с неформальной формы поэтому мы сохраняем нашу стилистику опять у нас препостациональный отверб Здесь у нас конечно же инфинитивная конструкция потому что у нас в первой части предложения есть уже конструкция с глаголом «sein», «gespannt sein», быть в предвкушении, быть в ожидании поэтому глагол «lesen» выделяется у нас частицей «zu». «lesen» «las hat gelesen» простой глагол легко запомнить три формы Это у нас была третья завершающая часть и в конце подписываемся так как мы все еще на «ты» значит у нас «ойре она» Если ваше письмо было бы на «вы» было бы «и-ре-ана» Очень важно про это нельзя забывать Мы остались в форме «и» поэтому «ой-ре-ана» На этом наша работа с вами завершена Я надеюсь что вы сможете использовать для себя и лексику и конструкции о которых мы сегодня говорили и успешно сдать свой экзамен немецкого языка Но я всегда повторяю не ориентируйтесь именно на экзамен не думайте о том что вам нужно именно сдать экзамен Когда вы изучаете иностранный язык любой не важно немецкий это английский либо другой иностранный язык всегда думайте о том что ваша цель заговорить красиво что это нужно вам и только вам потому что для себя любимого все делается всегда лучше с любовью и с меньшим количеством стресса я так полагаю Ну а я с вами на этом попрощаюсь желаю вам всего самого наилучшего берегите себя до следующего раза пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok